Широко известна поговорка «Каждый кулик своё болото хвалит». Но все ли кулики живут на болотах? На самом деле нет. Эти птицы заселяют места от сухих до почти полностью залитых водой, от совсем лишённых растительности до высокотравных. В природе проживает приблизительно 200 видов куликов, которые отличаются друг от друга размерами, повадками, внешним видом и средой обитания. Питание у всех разное. Каждый вид куликов поедает свои виды, размерные группы и возрастные стадии беспозвоночных, добывает их своими способами с разной глубины почвы, воды или ила. И всё ж таки общие признаки у них есть. Все питаются в основном животной пищей. В кладке чаще четыре яйца. У всех птенцы выводкового типа. И у всех, кроме черныша, гнездо на земле. Исходно кулики формировались, как обитатели мелководий. Отсюда длинные клюв и ноги. Потом некоторые перешли в другие биотопы. Соответственно, морфология тоже изменилась. В Рязанской области гнездится несколько видов. Самым обычным представителем является чибис. Он самый яркий из куликов. Размером он величиной с галку. От других видов легко отличить по элегантному хохолку из узких перьев на голове. Который у самцов длиннее, чем у самок. Питается чибис различными беспозвоночными. Преимущественно жуками и их личинками на суше и мелководье. Селится на низкотравных лугах. Часто на почти голом месте. Очень любит пашни. На которых долгое время голая земля или очень низкая трава. Ему важен круговой обзор. Чтобы издалека видеть приближающихся хищников. Гнездо устраивает на земле в мелкой ямке. Выстилают скудной подстилкой. Еще один типичный кулик – большой веретенек. Это довольно крупный кулик с относительно маленькой головой, длинным клювом и длинными ногами. Хвост его почти полностью черный. В брачном наряде голова, шея и передняя часть груди рыжие. Спина пестрая. Гнездится в увлажненных и заболоченных биотопах. Откладывает яйца среди редкой травы в неглубоких ямках, выложенных скудной подстилкой. По мере роста трава прячет гнездо от постороннего глаза. А вот совсем крошечный кулик – малый зуёк или галстучник. Птица чуть больше воробья, весит 30-50 грамм. Малый зуёк не столь требователен к наличию воды, как многие другие кулики. У взрослых птиц окраска верхней стороны тела буровато-серая. Нижняя сторона белая. На зубе имеется поперечная полоса черного цвета. Ноги и клюв короткие. Для гнезда выбирает островки голой земли – песок или гальку. Чаще такие встречаются на берегу водоёмов. Но если на лугу, далеко от воды, найдётся оголённое местечко, там он тоже поселится. Гнездо представляет собой углубление в земле меньше кофейного блюдца. Расцветка яиц сливается с фоном. Чтобы их увидеть, надо подождать, пока птица подойдёт к гнезду. Жизнь на открытых местах выработала у зуйков оригинальный способ сохранения яиц. Чтобы запутать хищника, они устраивают в отдалении от настоящего гнезда несколько ложных и поддерживают в них живой вид. А это кулик-перевозчик. Он чуть-чуть крупнее зуйка. Весит от 40 до 80 грамм. Обитатель речных берегов. Хвост у него короткий и находится в постоянном движении. Крылья длиннее хвоста. Брюшко окрашено в белый цвет. А верхняя сторона покрыта узором из бурых тонов. Ноги короткие. Шея длинная. И клюв средних размеров. Перелетая с берега на берег, почти касаясь воды, он подобен лодочнику-перевозчику. Отсюда и название. Гнездо строят в зарослях прибрежной травы. Оно представляет собой небольшую ямку со скудной подстилкой из сухих травинок и листьев. Разыскивает пищу на отмелях. Питается насекомыми, личинками и другими мелкими животными. Еще один обитатель луга – кулик сорока. Это крупный кулик с длинным оранжевым клювом и черно-белым контрастным оперением. Весит он от 420 до 820 грамм. Гнездится на берегах рек и озер с относительно широкими каменисто-песчаными берегами. Изредка устраивает гнездо в сырых лугах, где выбирает места с невысоко растущей травой. Избегает поросшие травой, а также болотистые берега. Самка делает несколько гнездовых ямок, а откладывает яйца в одну. Кормится кулик сорока обычно у воды или на мелководье. Может хорошо плавать, а при опасности и нырять. Обитатель леса – довольно крупный кулик вальчнеп с большой головой, длинным прямым клювом и короткими ногами. Окраска оперения под цвет лесной подстилки. Он более активен в сумерках и ночью. Гнездо располагает в глухих участках леса на земле. Вальчнеп – молчаливая птица. При спугивании слетает молча. Еще один обитатель леса – черныш. Это небольшой кулик весом от 50 до 80 грамм. Спина у него коричневая с пестринками, брюхо белое. В отличие от других куликов, он гнездится на деревьях. Занимает покинутые гнезда дроздов. Предпочитает влажные леса и болота. Активен в сумеречное время. Гнездится также в Рязанской области кулик среднего размера травник или красноножка. Весит он около 170 грамм. Клюв оранжевый, в средней величине и на кончике черный. Краснооранжевыми являются и длинные лапки. На нижней стороне тела преобладает бело-коричневый узор. Верхняя сторона коричневая с черными и серыми пестринами. Важным при выборе места для гнездования является близость воды и густая растительность. Гнездо представляет собой углубление в земле, которое хорошо спрятано в густой траве. Найти его очень сложно. Питается как сухопутными организмами, так и водными. Жуками, личинками, червями, ракообразными моллюсками. Этот маленький кулик встречается на пролете. Это чернозобик. Весит он от 40 до 60 грамм. Клюв длинный, окрашен черной цветой, слегка изогнут. В брачный период на брюхе большое черное пятно. Одним из традиционных представителей куликов является ходулочник. Кулик средних размеров. Весит около 200 грамм. Ходулочник выделяется среди прочих куликов гибким, как китовый узк клювом, длинными ногами и крыльями, выходящими за концы прямого хвоста. В Рязанской области встречается на пролете. На суше ведет себя неуклюже. Ему мешают знаменитые ноги. В воде же он свободно разгуливает в поисках пищи. Умеет плавать и нырять. Питается в основном личинками и насекомыми, моллюсками, ракообразными. Является типичным обитателем болот. Любит копаться в пиле, выбирая червяков и головастиков. У всех куликов птенцы едва обсохнут, покидают мездо и сами добывают корм. Взрослые птицы за ними приглядывают. При опасности дают команду затаиться и активно защищают. Увидеть детей куликов очень сложно. Они хорошо умеют прятаться от посторонних глаз. Проще всего заметить птенцов-чибисов. Эти маленькие пушистые комочки чибисята. Взрослые чибисы ни на минуту не оставляют их без присмотра. В минуты опасности издают заунынные крики и, используя преимущество скорости, высоте и маневренности, бросаются на хищных пернатых, заставляя их сесть на землю. А этим чибисятам уже две недели. Под присмотром взрослых они беззаботно греются на солнышке. Скоро они станут совсем большими и научатся летать не хуже родителей. Когда это произойдет, у них начнется самостоятельная жизнь. В конце лета молодые кулики отправляются со взрослыми птицами в теплые страны, чтобы будущей весной вернуться в те края, где когда-то родились. КОНЕЦ